Я должна была, мало того, сама прибегать, по сути, к преступлениям. Я еще должна была обеспечить участие своих сотрудников. Раз, голосованию, сбрасывание бюллетеней, подтасовка голосов. Конкретно, он давал вам поручения или заставлял заниматься круселями? Конкретно, у нас конкретно в районе, в последнее время, Камнева, Лидия Валерьевна. Вот конкретно, потому что именно в ее кабинете собирались все эти пятиминуточки. Далее, в пятисотая комната Луконкина Светлана Олеговна в курсе, естественно, всего. Глава администрации тоже не может быть не задействована в этом, в связи с тем, что это ему прекрасно все известно. И руководители аппарата. У меня лично был разговор с Рутюновой, когда она была руководителем аппарата, по поводу председательства или секретарства комиссии. Комиссия давала бюллетени председателям, председатель отдавал мне. Я не хочу называть конкретно сейчас фамилию, потому что это даже не могу, просто морального права не имеют. Человек работает на должности, и она является председателем комиссии. Не от нее это зависит, я еще раз хочу обратить ваше внимание. Если я назову сейчас конкретную фамилию, кто мне лично дал в руки, пострадает этот человек, а не от него сие зависит. До сих пор приходят ответы, что факты не подтвердились. Да какие факты не подтвердились? Тут и факты, какие тут факты вам еще нужны? Тут любое мое слово можно проверить, но никто этим не занимается. Это никому не нужно. Нельзя проверить, что я была на том участке и расписывалась на том столе в том-то журнале. Можно. Нельзя проверить, кто со мной еще ходил. Мало того, у меня даже есть люди, которые при этом участвовали и согласны дать показания. Но они тоже никому не нужны. Эти показания, понимаете, они просто никому не нужны. Все структуры власти между собой связаны. Если это имеется в нашем городе, районе и, так скажем, регионе, то почему же это не имеется в масштабах России? Избирательная система должна поменяться. Она просто в корне должна поменяться. Не могут быть председателями, руководители подведомственных учреждений. Они подчиненные. Ничего не имею против партии «Единая Россия», так как я состою в этой партии и являюсь ее членом, ненасильно, так скажем, вступившим. И такая же партия, как все остальные, и люди в ней такие же. Без каких-либо исключений. В любой партии, любая партия состоит из людей. Саратовское региональное отделение обратилось в избирательную комиссию Саратовской области с требованием дать оценку изложенным фактам. И для меня совершенно непонятна позиция председателя областной избирательной комиссии в своем ответе, который сказал, что мы просто переправили данное обращение в правоохранительные органы. Хотя, собственно, нарушение касается как раз всех епархий и сотрудников, которые руководят непосредственно, находятся в прямом подчинении областной избирательной комиссии. Партия «Яблоко» — единственная политическая сила в регионе, которая не признала результаты губернаторских выборов. В принципе, всем известно акцию, которую мы устроили и которая выявила наличие не то что фальсификации, а факта того, что в принципе просто избирательные бюллетени в Урнах никто никогда не считает. Я не рассчитываю на то, что правоохранительная система, прокуратура, МВД и исполнительная власть будут давать ответы по существу, потому что все эти нарушения, которые мы сегодня услышали, в принципе, составляют лицо, в частности, нашей региональной власти. Каждый, кто высказывает позицию, которая расходится с линией власти, этот человек подвергает себя определенному опасности и риску.